Если ты хочешь, чтобы в следующем году тебе просто так подарили самый последний айфон, поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами как всегда, Алплей, и добро пожаловать на мой канал! Начнем мы с вами сегодня играть игрушки Prison Escape. Ну и сперва давайте прокачаем нашу скорость. Кто из вас хочет попасть в следующий ролик, пускай напишет как можно больше комментариев. И чем больше комментариев напишешь именно ты, тем больше вероятность, что именно ты и попадешь в следующий ролик. Ну что, друзья, мы с вами погнали. Нам нужно освободить всех заключенных. Ну и собрать, конечно же, побольше денег. Что мы с вами сейчас и попытаемся сделать. Тут много ловушек у нас есть, и нужно стараться их все избегать. Мы с вами всех охранников уничтожили, по-моему, всех заключенных я собрал. И теперь просто-напросто с помощью самолета убираемся с тюрьмы. Ну окей, погнали дальше. Следующая миссия. Тут уже будет посложнее. Сейчас я попытаюсь тоже нескольких заключенных собрать. Тут их сколько? Пять штук было. Ну и я, конечно же, еще. Уничтожим одного. Сейчас уничтожим, походу, еще одного. Ладно, давайте будем гасить этих надзирателей. Нам нужно всех уничтожить, чтобы выбраться отсюда и заработать побольше денег. Итак, всех надзирателей мы с вами уничтожили. По-моему, всех заключенных, которые здесь были, тоже собрали. И теперь тут главное сражение, главный босс. Вау, он даже одного или двоих наших завалил. Но, тем не менее, мы с вами продвигаемся пока дальше. Основную группировку мы с вами все-таки вытянули из этой тюрьмы. Следующая задача. Получай, забираем карточку, открываем двери. И продвигаемся еще дальше. Тут много ловушек, кстати, будет. Нужно осторожно передвигаться. Стараться в них не попадать. Тут у нас, видите, электрические такие ловушки типа есть. Мы с вами будем их стараться избегать. Тем не менее, вот у нас большая часть заключенных обратно же убежала. Обратно мы с вами их с этой тюрьмы вытащили. Ничего пока прокачивать не будем. Тут у нас есть, в принципе, возможность за тысячу монеток покупать себе какого-то рандомного скинчика. Ну ладно, давайте подкопим немножко денег. И, возможно, какой-то именно новый скин. Здесь мы с вами, да, прикупим, чтобы отличаться от основных. Забираем деньги, забираем оружие и гасим этих противных надзирателей. Вот еще тут у нас есть возможность забрать один топор. И теперь двигаемся дальше, пока тут у нас ловушка не сработала. Руаш, привет. Отлично, тоже уничтожили еще одного. Кстати, эту пушку можно вынести? Нет, видите, эту пушку я не могу уничтожить. Она автоматически сама стреляет. Но мы с вами уничтожаем последнего надзирателя и обратно же, с помощью гуса, улетучиваемся отсюда. Давайте еще один уровень тоже попробуем пройти, ребят. Надеюсь, у нас все получится. Собираем побольше этих заключенных. Сколько их тут? Четыре уже есть у нас. Сейчас еще плюс два. И будет у нас жесткий мах, жесткая рубка. Так, тут у нас какое-то оружие было, типа одно. Это что-то наподобие дубинки. Ребят, только что одного моего заключенного вынесли, но остальные, в принципе, продвинулись дальше. Хорош, прикольная игруха. Кому нравится, ставьте лайк. Ну а сейчас давайте сыграем пранкер 3D. Выбираем уровень, дополнительный summer, так называемый. И здесь у нас новые задания, которые нужно выполнить. Сперва выбираем мед. Тут видим, что мести со своим женихом на пикнике. Это был медведь. Сейчас он их, короче, съест. Мама ее. Я аж сам его боюсь. Сейчас. Нам нужно что-то убежать от него, да? А нет, нам нужно выбрать пилу или динамит. Давайте выберем пилу. Может нам нужно... Да, нам нужно было дерево срезать. И оно упадет на медведя. А нет, оно упало на мистера и миссис Ти. Представляете? Мы с вами еще больше, ну так сказать, испортили им пикник. Ладно, погнали дальше. Еще одну давайте миссию попробуем пройти. Это у нас вторая, что тут. А, здесь они будут делать себе жилища. И забивают какие-то колья. Да, вместо колья нам нужно поставить... Давайте поставим мину. Ну. Ба-бам! Здорово, ребятки, здорово. И следующая задача. Они разведут огонь. И нам нужно его, походу, испортить. Сейчас мы с вами сюда немножечко дадим газку. У нас произошел взрыв. И мистер и миссис Ти разлетелись в разные стороны. Тоже круто. Еще одну миссию прошли. Давайте еще третью тоже здесь миссию попытаемся пройти. Чтобы закрепить результат. Итак, мистер и миссис Ти смотрят телек. Нет, вернее, мистер Ти смотрит телек, а миссис Ти у нас готовят какую-то еду. Давайте добавим туда слизи. Это вот невкусный. Сейчас она что-то сделает с нее. Ага, она поставила ее в холодильник. И что будет? О, фу-фу-фу-фу-фу. Что это за еда такая невкусная? Вау, на, получи еще и ты. Все что ли? Нет, не все. Нам нужно еще что-то тут испортить. Итак, у нас будет микроволновка. Нам нужно сюда забросить. Давайте попкорн забросим. Может взрыв произойдет? И... Да, у нас произошел взрыв. Ха-ха-ха. Круто. Походу, эту миссию мы с вами тоже прошли. Ну что же, круто. Ребятки, кому понравилось, ставьте лайки. И мы в нее еще продолжим играть. Ну а теперь давайте поиграем в hide-and-seek. Тут я два уровня прошел в этом лобби. Давайте выберем третий уровень и тоже сыграем. Сперва давайте будем прятаться. И... Так. Вау, куда нам убегать? Отлично. По-моему, я сбежал с одной стороны. Мне нужен ключ сперва. Ключ у меня есть. А, страхолюди на за мной гонятся. Да, цепись ты от меня. И теперь мне нужно выбраться с помощью дверки наружу, да? Это дверка? Да, все, друзья, смотрите, как быстренько. Я, в принципе, даже не заметил, как я этот уровень прошел. И деньги заработал. Окей, давайте сыграем еще один. Давайте в этот раз мы с вами будем уже искать. Нам нужно поймать пятерых, да? Пятерых вот этих вот чуваков. Давайте будем вот туда бежать, потому что туда забежало побольше. В эту сторону. А, вот они где. Привет. Один. Они уже разбежались. Второй. Так, один, второй. Где еще остальные? А вот еще один тут бежит. Привет. Остался красный и оранжевый. Оранжевого нашли. И вот последний красный чувак. У тебя ключ есть? И да, ребят, мы его с вами тоже поймали. Отлично. Походу, у него ключа не было. Если даже и был, он не успел им воспользоваться. Давайте еще один уровень пройдем. Тоже прикольная игруха. Давайте выберем следующий, четвертый уровень. И будем опять, давайте, прятаться сперва. Так, пробегаем быстрее. Нужно найти ключ. Самое основное. Сперва мне нужно найти ключ. Походу, вот здесь. А! Бежим, бежим! Нет! Впервые в этой игрухе меня, ребят, только что поймали. Ладно, сейчас еще раз переиграем по барику. Нужно двигаться очень быстро, чтобы меня не поймали. Где-то страхолютина. Так, походу, вот он. А здесь вот ключик. Ключик мы с вами взяли! И теперь быстро до двери. И да, и убежали. Да, в этот раз у нас все получилось. Нас не поймали. Ну и еще давайте разочек сыграем. Теперь будем просто их ловить. Давайте разгоняйтесь в разные стороны. Вот этих пять чуваков. Смотрим, куда кто бежит. По-моему, в левую сторону побежало больше. Ой! За угол зацепился. Ладно, раз. Два. Три. Прям на старте. Три. Вот еще два. Четыре. И вот это, походу, последний пятый. Ну, это вообще на изи была миссия. Мы с вами просто на изи и прошли. Давайте сыграем War of Sticks. Итак, у нас тут есть компания, которую мы продолжим. Сперва можно что-то прокачать. Давайте, наверное, мы с вами прокачаем нашу тележку, чтобы побольше и наших шахтеров, чтобы побольше они зарабатывали денег. Больше ничего пока прокачивать не будем. Давайте будем открывать себе новые скины. Итак, следующая задача. Я этот остров завоевал. И переходим мы с вами дальше на следующий остров. Вот это все нам нужно, ребят, в процессе будет завоевать. Ну что же, погнали. Тут у нас первое сражение на этом острове. И нам нужно противостоять нашим врагам. Тут вот есть две вражеские вышки. Так, подождите, что-то я не понял. Тут мне что, нужно просто-напросто воинов собрать и все? Шахтеров у меня здесь нету? Ага, ну ладно. Значит, давайте мы с вами сделаем следующее. Давайте выберем 15 лучников и 15 мечников. Итого у нас получается 30 тех и 30 тех. И что, вот таким вот образом попробуем сразиться? Нападать не будем, наверное. Будем держать оборону. И мы их, походу, разбили. Теперь нам нужно просто-напросто вот этот вот замок захватить и все. Ребятки, походу, да. Мы с вами отбились первую-первыхую атаку. И теперь просто-напросто нам нужно захватить оборону. Нам нужно вот эти вот двери вскрыть. И мы будем уже сражаться на следующем острове. Вау, вообще на изи. Тут буквально за несколько минуток мы с вами эту миссию прошли. Походу, у нас открывается новый герой. И да, вот это, ребята, чувак. С молотом. Давайте тогда его прокачаем, чтобы он побольше наносил урона этим молотом. Ну и побольше давайте прокачаем ему еще защиты. Ну вот, довольно прикольный чувак. Тут у нас уже есть одно здание, которое мы захватили. Теперь можно вот сражаться на втором, да. Давайте посмотрим, что тут нужно делать. Здесь нужно делать то же самое, только у меня тут уже есть шахтеры. Сколько тут? Пять шахтеров у меня есть. Можно, в принципе, создать еще, наверное, одного. Давайте будет шесть. Шесть шахтеров, которые будут приносить мне деньги. Также давайте одну лыжку еще поставим. И на все остальные деньги давайте будем покупать вот этих чуваков с топорами, которые наши самые-самые прокаченные. Сейчас они будут, наверное, собирать ту же армию, эти вот мои противники. И нам нужно будет их уничтожить. Подождем, пока они нападут. Вот отобьем ихнюю атаку и потом нападем на них. Еще одну лыжку давайте поставим. Теперь можно нам еще несколько купить этих вот чуваков с топорами. Пехоту я покупать не буду. Я буду покупать только лучников. И буду покупать вот этих вот дедов с молотами. Сколько у них тут, в принципе, армии. Не так уж, в принципе, и много. Ну что, будем ждать. Лады, давайте, наверное, реально чуть-чуточку мы с вами нашу армию улучшим. Подождем, когда они на нас нападут. И потом на противоходе их ударим. Я думаю, что это будет лучше всего. Только что прозвучал гонг. И они, походу, пошли. Да, они пошли. Нам нужно их встречать. Сейчас у нас тут будет сражение возле этих вышек. Вообще, отличное сражение у нас получилось. И так. Ну и мы с вами будем, наверное, нападать уже. Нужно срочно, ребятки. Срочно нам нужно их вынести. Они сейчас будут прятаться, а мы будем их гасить по максимуму. Шахтеров тут им побили. И вот сейчас будем скрывать эту оборону. Вау. Неужели мы с вами их тут еще и прям с первого раза загасим? Ну, с первого раза не знаю ли получится, потому что несколько этих шахтеров у меня уже погибли. Осталось буквально несколько человек. Половину мы с вами убрали здоровья. Еще половину здоровья у этих дверей. Если мы их вскроем, то это будет наша победа. Прям чистейшая победа. Здорово. О, опять они кого-то тут выкинули. Каких-то воинов новых. Но мы с вами, по-моему, гасим их. Давайте купим еще несколько этих вот чуваков с топорами и добиваем. Да, друзья, мы с вами, в принципе, с первого раза вскрываем вот эти вот двери, походу. И еще разочек. Ну же. Дверь вскрыта или нет? Походу да, ребят. Походу дверь вскрыта, да. И мы с вами выиграли. Отлично. Правда, все чуваки у нас погибли. Было очень эпично. Лады, давайте сыграем игрушку. Тойлет монстр. Тут первонаперво я предлагаю прокачать наш паровозик. На это мы потратим с вами 5000. Вау. И пушку будем прокачивать. Нет, пушку мы с вами прокачивать не будем. Возьмем, пожалуй, вот эту пушку, которая будет более уронистая. 32, 01, 32, 40. Это даже по уронистей будет пушка. Смотрите, ничего себе. Ладно, давайте тогда ее возьмем. Берем эту пушку, паровозик прокачали. Ну и погнали опять зарабатывать деньги. И стараться уничтожать врагов, которых тут будет, видимо, невидимо. Так. Где они? И что, это сразу босс будет, что ли? Вау. Да, сразу босс. Но он сейчас, наверное, разочек нас ударит. Нам нужно его гасить, чтобы он отошел. О, здорово. Все, ребятки, он отошел. У него осталось где-то половина здоровья. И он, короче, сдался. Теперь нам нужно просто дойти до конца. Дойти до финиша. Уничтожить всех этих монстров, которых тут очень-очень много. И все у нас будет хорошо. Ладно, погнали. Будем потихонечку прокачиваться. Выбираем количество снарядов, которое будет вылетать. И будем гасить этих противных чуваков. Вау, сколько их тут много. Нам нужно атаку прокачать. Потому что урона я наношу не столько, сколько хотелось бы. Опять эти вот волки. На меня самые-самые пока что опасные, это вот эти волки. Я ничего с ними не могу сделать. Мне нужно урон прокачать. О, отлично. Урон раз прокачал. Двойной быстрил сейчас все. И еще возьму. И думаю, что будет теперь все хорошо. Вряд ли у них хватит силушки, чтобы меня догнать. Ничего пока покупать я не буду. Хочу денег поэкономить немножко. И да, и будем сейчас мы с вами гасить всех. Всех, кто к нам будет подходить монстров. И я думаю, что в этот раз мы с вами загасим. Так, где эти чуваки? Тут скидки туалеты, короче, подходят. Ну, их мы с вами быстренько завалили. И где эти волки? Волков, походу, нет, ребята. Они поняли, что они с нами не справятся. По-моему, что это так. По-моему, что волков я пока не наблюдаю. Эти летающие чуваки. Летающие осы. Ну, с ними мы с вами справились. И еще летающие перцы. Эти летают и летают. Летают и летают. А сколько вы можете летать? Все, друзья, этот левел мы с вами, походу, прошли. 1840 единиц здоровья у нас сохранилось. Еще 4 штуки мы с вами заработали за этот левел. И переходим дальше к следующему. Да, друзья, все у нас так. Хорошо, сыграем в следующую игрушку. Это будет Find the Halian. Ну что же, погнали. Будем вычислять этих пришельцев, конечно же. Итак. Вот он, пришелец. Привет. Прям на изи. На старте, на изи. Хорош. Следующее задание. Кто-то к нам придет. Нет, мы куда-то заходим. Тут у нас Дрескотека. Первый инопланетянин. И сейчас второго тоже найдем. Вот он, походу. Нет. Вот он. Инопланетянин девушка. Превратился в девушку. Ну, ничего. Нам, в принципе, все равно как он превращается. Еще дальше проходим. Следующее задание. Что здесь? Тут у нас уже какая-то ванная. Иссора. Вот инопланетянин. Чувачок. Это мистер-чувак. Получай. Прикольное оружие, кстати. Видите? Это я прокачал. Посмотрел рекламу. И вот, получается, открыл себе вот такое вот прикольненькое оружие. Которое стреляет каким-то таким прикольненьким лучом. Хорошо. Следующая задача. Здесь мне нужно аж двоих найти. И вот они. Это две девушки. Представляете? Вот этот вот чувак даже не подозревает, что у него... Возле него... Два инопланетянина. Они украли этих девушек и сами превратились в них. Окей. Давайте еще одну тогда миссию попробуем пройти. Попробуем еще одно задание выполнить. Чё, пока нажимать не будем. И... Что здесь? К нам кто-то пришел. Пришел к нам... Инопланетянин. Привет. А, еще два нужно найти. Походу, сейчас еще кто-то придет. Вот еще один инопланетянин. Получай. И, походу, сейчас будет третье последнее задание. Вот у нас король инопланетян. Ах, ты ж негодник. Решил притвориться посыльным. Еще раз его шарахнем или нет? Нет. Походу, ребятки, сейчас он просто-напросто куда-то убежит. И мы с вами, как обычно, будем его искать. Хорошо, давайте сыграем в следующую игрушку. Это будет The Catapult 2. Здесь мы с вами проходим кампанию. И я могу сыграть 57 уровень. Я его еще не проходил. Ну что же, нам нужно с вами уничтожить всех чуваков, которые тут будут появляться. Мы с вами будем стрелять пушкой. У нас тут есть несколько снарядов. На. Вау. Еще раз. И сейчас тебя. Тут у нас есть возможность брать вот такие вот типа щиты, что-то наподобие, да? Можно взять нам вот такие вот снаряды. Одни из самых прикольных. И можно взять у нас еще... А, и можно взять у нас такие вот прикольные огненные. Ба-бам. Ба-бам. Они уронистые очень. Но лучше всего по целям попадать именно вот таким вот тройным снарядом. Так, щит надо не забывать. И стрелять эти вот вышки. Всех-всех их разрушать. Чтобы они не успели ко мне подойти. Опять щиток давайте возьмем. Получай. И получай. Хорошо. Вау. Щиток быстро нужно зажимать. Тут у нас, видите, два щитка. Красный и вот этот вот типа синий. На. Синий у нас своего рода такой большой щит. А красный просто-напросто маленький. Который защищает именно меня. Вот. Я периодически то один, то другой выбираю. И на. Опять возьмем красный щит. Половину мы с вами уже продержали с этого левела. Еще кто-то будет. Да, вот еще ты тут мешаешься. Еще давайте возьмем красный щит. И подходят новые эти вышки. На. Разрушаем их всех. Опять щиточек возьмем. Все. Всех застрелили. На. Это вообще чувак, короче, копье бросает. Представляете? На. И опять щит давайте выберем. Получаем. И еще тут у нас, смотрите, есть один чувачок, который пытался мне сверху добить. Ого. Тут, видимо, не сверху, снизу, со всех сторон прут. Мне нужно их всех, всех уничтожать. Почти уровень я прошел. Интересно, насколько звездочек одну, две или три дадут. Я, правда, его еще не выиграл. Но надеюсь, что выиграю. А. Бам. И он с первого раза туда, куда я что? Туда, куда и нужно я попал. И этого тоже с первого раза сбил. И этого тоже с первого раза сбил. Еще тебе, на, получай. Тебе. Получай. И финальное сражение где-то уже сейчас произойдет, походу. А. Ничего ты мне не сделаешь. Это все или не все? Нет, еще вон прутся. Да сколько вас тут будет? Я уже их гашу, гашу, гашу. И вот, да, наконец-таки у нас победа. Ну что, друзья, сколько интересно мне дали за это уровень звездочек? Раз, две, три. Три звезды дали. Просто здорово. Мы с вами этот левел прошли довольно успешно. Давайте сыграем Кикзе Бадди 2. Ну что, маленькую жабу Кикзе Бадди будем потихонечку мы с вами испытывать. И будем потихонечку его мучить. Давайте выберем вот эти вот прикольные штучки. Это своего рода, ребята, у нас хэллоуинские приспособления. Ну что ж, давайте начнем мы с вами с тыквы. И будем вот так вот бросать ее об него. И этот Бадди у нас будет гореть. Давай, на, на. Во-первых, удар тыквы у нас производится. Во-вторых, у нас еще и огонь его гасит Бадди. Здорово, этого Бадди мы с вами заводили. Двигаемся дальше. Давайте возьмем что-то другое. Давайте возьмем вот этот вот котел. Тоже, кстати, прикольная тема. А нужен интернет. Интернет я включил. И давайте возьмем этот котел. Так, что произойдет? Забросим туда Бадди? Ты хочешь в котел, чувак? А? Давай, забросим его туда. Вау, и у нас остались только рожки до ножки от этого Бадди, походу, да? Да, он полностью весь сгорел. Пропал в этом костре. Давайте возьмем вот эти вот игрушки. Что это будет за игрушки? Что нам нужно делать? Наверное, скормить, да? Да, он сейчас их, короче, поест и разорвется, наверное. Вау, смотрите, он просто реально разорвался, переел вкусняшек. Хорошо, что-то еще есть. Давайте возьмем мы с вами вот эти вот ножи. Топоры, вернее. Ага, здесь мы с вами просто будем вот так вот бросать топоры. Топорики, топорики. Давайте побольше, побольше этих топоров у него зафигачим. На, о, тоже его токнули. И там у нас, по-моему, еще Крампус был. Давайте тоже его возьмем. Очень-очень опасный чел. А это я пока не могу, да? Да, это у нас еще недоступно. Ну, ладно, тогда выбираем нашего Крампуса. И вперед. Сейчас тебе будет Борин. На, вау, он просто разрушает его, он просто разбивает его. И тут от Бадди вообще ничего не остается. Представляете, какой прикольный Крампус? Очень опасный чувак. Еще и снег у нас, смотрите, идет. Давайте еще Крампуса призовем. Получаем. Вау, реально просто разбил этого Бадди и куда-то дальше убежал. Прикольный. Хорошо, давайте сыграем в следующую игрушку. Это будет у нас Супер Сасс. Эта игра у нас что-то наподобие Аман Касс. Ну и давайте выбираем режим. И погнали. Десять человек уже здесь набралось. Сейчас пойдет распределение ролей. Посмотрим, за кого будем играть мы с вами. Если дадут импостера, будет круто. Если кого-то другого, ну, посмотрим. Так, и за кого же я играю? А играю я за простого космонавта, друзья. Не импостер. Ну да ладно. Так, мне нужно вычислить двух импостеров. Желательно это сделать как можно быстрее. Желательно начать с первого. Так, у меня зеленый цвет. Смотрим, куда-куда... Кто побежал. Белый и фиолетовый побежали в левую сторону. Есть у кого-то скан? Нет, ни у кого скана нету. Здесь у нас белый и фиолетовый. Нужно запомнить, если кого-то где-то найдем тело, то будем знать. Так, тут нету тоже никого. С этой стороны тоже никого. Давайте, значит, что сделаем. Давайте... А ты что за мной бежишь? Давайте мы с вами на камеры пойдем посмотрим. И на камерах у нас... На камерах у нас ничего не было, но нашли белого. И фиолетового, кстати, нашли. Они бежали сюда и их сразу и кокнули. Они оба были простые чуваки, значит, они были не импостеры. А кто же импостеры? Интересно. Наверное, никто ничего не видел. Давайте, наверное, скипаем, чтобы не рисковать. И да, у нас практически все скипнули. Ну что же, будем смотреть дальше. Интересно, сколько у нас тут осталось? Походу, никто у нас не вышел. Импостер, походу, у нас здесь тоже остался. Их два. Так, с левой стороны никто уже не бежит туда. Все, наверное, немножечко очкуют. Ладно, давайте сюда пробежимся. Может, тут кто-то что-то сделает подозрительное. Пока непонятно. Ладно, давайте все-таки на камеры пойдем. Знаете почему? На камерах все видно сдалека. Ты что за мной гонишься-то? И если я что-то на камерах увижу, это будет, конечно же, только плюсом. Давайте глянем. Кто тут где? Вижу коричневый стоит. Красный пробежался тут возле меня, и с этой стороны белый. Коричневый, походу, задание выполняет. А розовый у нас просто бегает. И вот белый, кстати, этот чувак пробежался. Он никого не тронул. Фиолетовый бежит. Вверх пробежался. Тоже вроде как никто никого не трогает. И красный с коричневым. Разминулись. Красный не трогает коричневого. Коричневый не трогает красного. Тут у нас... Коричневый ко мне, кстати, подошел. Красный... О, белый, ребят. Белый у нас получается... Этот... Белый у нас типа глатом, или как-то так он называется. Но он не импостер. Посмотрим, что розовый. Может, что-то видел. Ладно, давайте будем против этого белого голосовать. Выхода у нас с вами особо-то и нет. И, ребят, походу, никого опять не выбрали. Но нужно этого белого выкинуть. Это не импостер. Это типа такой монстрик, который тоже типа жрет космонавтов. Желательно его выкинуть. Давайте, наверное, сейчас мы с вами далеко отходить не будем. Если что, нажмем на кнопку и скажем, что будем голосовать против белого. Нужно его реально выкинуть, пока он меня не сожрал. Коричневый тоже меня что-то прессует. Но уже... Давайте, давайте проголосуем. Нажмем на кнопочку и давайте напишем слово white. Белый. Реально, белого нужно выкинуть, потому что он один из импостеров. Так, пишется это все вот так вот. White. Окей. И голосуем как раз-таки против него. Посмотрим, послушают меня или же нет. Остался по последний чувак, и он, походу, скипнул. Но, тем не менее, три голоса против белого. Белого выкидываем. Это у нас обжора. И... Остался один импостер. Да, ребятки, это был один импостер. И сейчас нам нужно вычислить еще одного. Кстати, я вот не заметил, кто голосовал вместе со мной. Разовый что-то тут бегает. Может, и импостер, чувак? Да, походу, он импостер. Да, цепись. Пойдем сейчас на камеру, посмотрим, что тут у нас происходит. Он либо импостер, либо он понимает, что я не импостер, поэтому бежит возле меня тут. Пытается вместе со мной тусить. А, он был импостер! Ах ты ж, негодник, ребят! Это был второй чувак. Второй импостер. Ладно, давайте сыграем игрушку Garden of Smashers. Здесь у нас 107 уровень, и погнали! За кого будем играть, какого нам монстрика в этот раз дадут. О, прикольно, будем минки бросать. Значит, можно вот так вот бросить минки, а самому убегать. На, подходи. Мы хотя бы одного с вами кокнем или нет? На, есть один. Еще один. Этого чувака тоже нужно уничтожить. Привет. Отлично. Давайте вот так вот будем разбрасывать эти минки в надежде, что кто-то на них все-таки достанет, да? Хм-хм. На. Вау, ребят, смотрите, здесь я уже ультанул. Сейчас последних монстриков добью. И каточку выиграю, да? Это у нас была первая каточка, первые монстрики мы выиграли. Хорошо. Давайте сыграем еще, ну, давайте два раза, да? Попытаемся выиграть два раза. И потихонечку рейтинг наш увеличиваем. Погнали. Тут у нас уже будет три карты, три площадки. За кого играю? О, в принципе, тоже прикольный чувак. Что-то наподобие такого же самого. Мы с вами просто бросаем уже гранаты. На, на, вау. Стался последний вот этот зайчик. И все, я уже завалил всех. Сейчас мне нужно перебраться на другую площадку. Что я сейчас попытаюсь сделать? На, 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 ну. Да, ребятки, теперь я четыре гранаты уже бросаю, уже ульта моя активна. Сейчас тебя еще добью и вот от тебя добью. Это все? Нет, это не все, потому что еще третья площадка есть и тут, походу, тоже кто-то тусит. А, последний вот этот вот чувачок был и мы его с вами тоже уничтожили. Хорошо, давайте сыграем еще один уровень, как я вам сказал. Попробуем тоже его выиграть. Посмотрим, за кого будем играть в этот раз. Ммм, можно с боссом сразиться, но не сегодня. Ладно, тут у нас тоже будет одна арена. А что за монстрик? О, зайчик. Прикольный чувак. Так, тарак, так, 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 так. Выбираем с вами нашу, так сказать, защиту. И теперь я могу гасить абсолютно всех. Ничего мне никто не сделает. Теперь у меня, конечно, пробал, это моя защита, да? Вау. Давай, гаси всех. Ну, сколько? Последний, по-моему, да. И вот я только что добил последнего зеленого чувачка. Ладно, погнали дальше. Следующая игрушка будет Merch War. Попытаемся сейчас мы с вами собрать группировку новых монстриков, которыми нужно уничтожить вот этого главного и самого страшного боя. Так, друзья, для того, чтобы его завалить, мне нужно, наверное, немножечко соединить простых моих воинов. И давайте это мы с вами сделаем. Итак, вот у нас есть два таких прикольных чувачка. Фиолетовый и синий. Это два самых сильных монстрика. Ну и давайте попробуем сразимся. Хватит ли это их силушек нам с вами для того, чтобы этого босса кокнуть? Он, кстати, очень сильный. Видите, его довольно сложно подбить. Где-то я половину здоровья у него уже забрал. Даже больше, чем половину здоровья я забрал. Но, тем не менее, у него еще чуть-чуточку этого здоровья сохраняется. Мой лучник, надеюсь, его добьет. Да, мой лучник его добил. И этого босса мы с вами только что завалили. Победа. Отлично, 600 тысяч заработали за уровень. Давайте сейчас попробуем еще купить новых. А, у меня нету денег. Не хватает денег. Ну ладно, значит, нашими старыми войсками сыграем. Я думаю, что тоже эту каточку должны выиграть. Потому что пехота моя 100% сильнее. А лучники тоже с далека их всех завалят. Еще одна победа. Ну ладно. У нас уже 1.4 ляма. Чего не хватает? Ого, глядите, какие дорогие мои воины. По 792 тысячи каждый. Тут нам, кстати, нужно с вами вот этих вот 2 синих завалить. Я даже не знаю, или получится мне это сделать. Потому что у меня только один. Это самый сильный монстрик у меня. Ну и у него, соответственно, тоже. Если сумеем этих 2 синих завалить, то, в принципе, выиграем. Если не сумеем это сделать, придется покупать новых монстриков. О, ребятки, походу, что нет. Да, этих 2 чувака синих, они очень-очень сильные. И мы с вами впервые здесь проигрываем. Давайте сейчас попробуем купить. Никого мы с вами не купим, только лучника. Ладно, давайте еще разочек сражаемся, чтобы заработать побольше денег. И, возможно, уже в следующий раз получится нам нового пехотинца купить. Нам, кстати, нужно покупать где-то пехотинца 4, а то и 5. Для того, чтобы создать еще одного синего такого чувака. И, ну вот, практически, практически мы с вами этого синего завалили. Но, тем не менее, не хватает. Нам не хватает сил для того, чтобы с ним справиться. Ладно, давайте выпускаем тогда еще тебя. Соединяем их. И, вуаля, еще один прикольный монстряка у нас тут нарисовался. Давайте последний раз тапаем файт. Если проиграем, то придется смотреть рекламу. Не ролик, а я посмотрю рекламу. Заработаю побольше денег. Создам еще одного синего монстряка. И тогда этот левел мы с вами железно выиграем. Да, ребят, походу, чуть-чуточку не хватает. Видите, нам нужно побольше армии. А пока за эти деньги мы с вами купить не можем. Ладно, давайте сыграем в Toilet of Story. Будем разгадывать различные загадки. Нам здесь нужно выполнять квесты. Так, ладно, тут мы с вами справились. Следующее, помочь ей как-то сделать. Возможно, все это убрать. А, нет, вот у нас аквариум. Рыбка сейчас в этот аквариум просто-напросто перебралась. Выиграть игру. Так, а как нам ее выиграть? Может, зелененькое стереть? Что тут стереть вообще надо? Синий. А, синий шарик просто-напросто один стер. И они все попадали вниз и по троечке сбежались. Нормально. Так, тут у нас дрон. Сейчас он вытянет этого чувака. Отлично, погнали дальше. Следующая задача, что тут сделать нужно. Здесь нам нужно что-то вытереть. А что? А, вот он, это у нас паровозик Чо-Чо. Смотрите, где он приземлился. А, ты же негодник. Ладно, останови это. Что-то вытереть нужно. А, ну да, вот мы с вами закрыли эту дыру. У нас была тут черная дыра, мы ее с вами закрыли. Тут мне нужно стереть колечко. Здесь мне нужно спасти кого-то. Тебя спасти? Да, вместо кактуса у нас бутылка воды. Мы с вами спасли букву А. Следующее задание, спаси Чо-Чо. Как это спасти тебя-то, а? А, ну вот, да, тут у нас, получается, приехала пожарная машина. Приехала пожарная машина и затушила пожар. Следующая задача, мне нужно сделать вот такого вот монстрика тоже. Мы с вами это сделали. Хорошо, давайте сыграем в следующую игрушку. И это у нас будет Space Survival. Ну что же, погнали. Нужно продержаться и выполнить несколько прикольных квестов. В данном случае мне нужно дойти до флажка и остановить всех монстров, которые тут будут на меня нападать. Вау, получай. Атака увеличится в два раза. Ой, еще одного чувачка спасу. Еще одного импостера. Полечиться можно заодно, хотя мне и не нужно лечиться. Немного то громко, то тихо. Не знаю, как выбрать. Опять атака у нас на два увеличивается. Половину мы с вами карты уже прошли. На, получай. Сейчас опять атака увеличится у нас в два раза. Вообще здорово. Тоже все мы с вами, по-моему, выполнили. Все прошли. Погнали дальше. И у нас тут же будет двойной выстрел. Здорово. Финальное сражение. И получайте. Ну и тут все на изи, потому что я максимально прокачал моего камеромена. Хорошо, миссия пройдена. Давайте попробуем еще, возможно, одну пройти. Посмотрим, что здесь. А здесь нам нужно защищать нашу базу. Наверное, ребят, что мы с вами не справимся. Знаете почему? Потому что я не прокачивал моего этого чувачка. А его прям очень важно прокачать. Нужно его прокачать, чтобы он по максимуму урона наносил. Тогда он всех этих чуваков будет гасить. У нас 83% карты сохранилось. Давайте возьмем двойной выстрел. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, гасит, конечно, меня серьезно. 78%. Ну же. Вот эта защита моя сейчас потихонечку-потихонечку будет пробиваться. Сейчас еще возьму выстрел двойной. Сколько там? 65%? 63%? Ну же, 15 секундочек нужно продержаться. И половина здоровья у вышки моей осталась. У этого забора. 8 секунд. Ребят, неужели я здесь выиграю? Неужели я даже без прокачки смогу пройти этот уровень? Походу, что да, друзья. Походу, что мы с вами справились. 34%, 33% здоровья у этого забора, у этих вышек у нас осталось. И уровень у нас пройден. Отлично. Все было немножечко сложно, но тем не менее проходимо. Давайте сыграем в Майнкрафт. Вот наш с вами мир, где мы продолжаем выживание. И сейчас у меня есть уже возможность добывать еду. Еда у нас, как правило, растительная. Я тут ее уже посадил везде. Мне нужно немножечко подождать, чтобы она повырастала. И тогда можно это все собирать и, соответственно, питаться. Но данная еда, она у нас довольно слабенькая. Она восстанавливает очень мало здоровья. Поэтому мне желательно еще иметь какую-то своего рода небольшую такую ферму. Давайте мы с вами сделаем следующее. Попробуем сделать загорожу какую-то и загнать туда каких-нибудь животных. Для этого мне понадобится дерево. Берем несколько блоков дерева. Ну, к примеру, давайте вот эти вот блоки возьмем. Их порасшиваем. И где наш верстак? Вот верстак, значит, нам нужно сделать. Сперва расшиваем мы с вами эти доски. Потом мы с вами сделаем заборчик из этих досок. И сделаем еще ворота. Значит, ворота я сделаю дубовые. А сам забор у меня будет как раз-таки из вот этого тропического дерева, чтобы можно было его отличать. Где проходить? Давайте, наверное, еще немножечко разочтем этих блоков. И еще, наверное, сделаем немножко этого забора. Итого у нас получилось сколько? 39 блоков этого забора. Ну, возможно, хватит. Хорошо. Забор есть. А где мои ворота? Вот мои ворота. Значит, забор есть, ворота есть. Три морковки есть. С помощью этой морковки будем сейчас мы с вами загонять животных. Хорошо. Где же мы оставим... О, первое животное, которое мы с вами поймаем. Где же мы с вами поставим нашу ферму? Давайте мы ее где-то сделаем как раз-таки вот здесь. Вот. Или пониже там. Давайте, может, с другой стороны... Нет, с другой стороны нет. Давайте реально тут сделаем ферму нашу. Значит, сейчас мы с вами поставим блоки. Итак, раз, два, три, четыре, пять. У нас будет шесть, семь, восемь, девять. По четыре, я думаю, должно хватить, да? Хотя, в принципе, в эту сторону можно даже сделать еще плюс один. Давайте вот так вот... Нет, даже плюс два. Нет, плюс три. У нас же ворота будут, да? Раз, два, три и четыре. Окей, вот такая она будет широкая. Значит, с одной стороны мы делаем вот так вот. Раз, два, три. И с этой стороны тоже. Раз, два, три. Еще по одной. Четыре, четыре. Нет, все-таки не так. Так, ну ладно, давайте посерединке где-то мы с вами пробьем вход. И тут вот у нас будут ворота. О, вот у нас первая свинюшка. И сюда моя маленькая свинюшка. Смотрите, нам особо даже не пришлось ничего делать. Первую свинюшку мы с вами просто-напросто загнали. Итак, вот у нас есть тут уже первая свинюшка. Ну и сейчас мы с вами еще одну попробуем загнать. И потом их покормим. У нас будут маленькие свиньки тут рожаться. Где она? Где-то тут внизу, по-моему, она была, да? А, вот она где. И сюда. Сумеешь сюда выбраться или нет? Давай, давай, давай. Отлично. Две свинки будет. Открываем вход. Иди сюда. Так, теперь быстро-быстро отсюда убегаем. Закрываем вход и кормим их. На раз. Иди сюда ты. Тебя тоже еще покормлю. Ну же. Это очень голодное. Смотрите, прется и прется. Давай чуть подальше. Вот прям неудобно стало эта свинюшка. О, отлично. Покормили. Все, а теперь у нас будет три уже свинки, две больших и одна маленькая. Со временем мы с вами опять их будем кормить и создавать наше стадо. Единственное, что мне нужно, это, наверное, по краям, как минимум по краям поставить еще вот эти вот фонари. Потому что, когда будет ночь, тут будет очень темно. Очень я не хочу, чтобы моих свинок что-то нарушало и какие-то крипаки тут спаунились. Чтобы они тут еще все разорвали. Поэтому вот так вот мы с вами сделаем фонарики. Итого, у нас уже есть ферма. И у нас есть домики. И вот там вот внизу растут наши овощи, которые мы тоже с вами можем со временем использовать в еду. Хорошо. Следующая игрушка будет Epic Banana Run. В этой игрухе у нас произошло прям прикольное новогоднее обновление. Все наши вот эти вот бананокотики и так далее будут связаны с Новым Годом. Ну и мы с вами давайте немножечко продвинемся. Итак, во-первых, у нас тут есть бананокотики. Также наше препятствие преграждают нам снеговики. Сейчас этих снеговиков мы обошли. Бананокотиков, в принципе, всех десятерых мы с вами сохранили. И давайте немножко это все будем улучшать. Ну, во-первых, улучшаем по максимуму наши овощи. Вау, у нас есть киви, первый наш воин. И банана. Бананокотиков у нас тут прям 29 стук было, представляете? Я попробую побольше их создать. Томат, киви. Это самые сильные пока чуваки. Давайте попробуем еще один томат создать. И лимон у нас есть. Так, еще один лимон. И вот у нас два томата. Два томата мы с вами соединяем, и у нас есть груша. Здорово. Груша и киви это самые сильные чуваки, которые тут пока что у меня есть. Я думаю, что этого хватит для того, чтобы мы с вами сразились и выиграли этот уровень. Да. Уровень у нас пройден. Походу, следующее задание. Мне нужно будет уже с боссом сразиться. И из этого босса тоже мне немножечко капнет. По-моему, после 10 уровня как раз-таки это можно сделать. Еще немножечко сундуков мы с вами собрали, что тоже неплохо. И смотрим. Нет, пока босса, друзья, у нас тут походу нету все-таки. Нужно, значит, еще проходить уровни. Ладно, давайте тогда 10 левел пройдем. Со временем он по-любому откроется. Вау, какие прикольные бананчики. Новогодние, новогодние прикольные бананчики. И снеговики тоже, которые тут препятствуют нам проход, не дают. Так, ладно, следующее задание. Давайте опять мы с вами создадим несколько морковок. И у нас получился лимон. Все остальное заполняем бананами. Тапаем файт. И махач у нас начинается. Здесь мы с вами опять же выиграли. Ну и давайте смотреть, будет у нас сражение с боссом. Или нам еще нужно проходить миссии для того, чтобы у нас эта вкладочка открылась. Так, смотрим. Не, ребят, походу, что нет. Пока мы с вами с боссами сражаться не будем. А, вот у нас с другой стороны этот босс. Вот он, походу, друзья. Вот этот босс у нас открылся. Че, мы его выиграем? Да, мы его выиграли. Представляете, сейчас за этот левел мне капнет... Сколько денег? Мне капнет 30 штук. Ребят, ну вот, смотрите, прям на ровном месте 30 тысяч капнуло. Что очень и очень хорошо. Окей, следующая, последняя игрушка будет Toilet Fight Open World. Я в прошлый раз уже нормально прокачал урон. И сейчас наношу побольше. Сколько там? По 28 единиц уже. Вау, тут главный босс подошел. Ударил. Теперь я раз, два, три. Защиту. Да. Теперь, ребятки, я уже по 28 единиц урона наношу. И это уже, я вам скажу, основательный такой удар. Основательный урон. Одного здоровенного туалета мы с вами завалили. Вот подходит второй. Ждем, пока он ударит. И теперь наносим ему. Раз, два, три, четыре, пять. Прямо с первого раза завалил его. Что значит нормально прокачать урон. Еще один босс. Ждем. Ударит. И теперь мы раз, два, три, четыре в защиту. Даже раз, пять можно его бить. Раз, два, три, четыре, пять в защиту. И последний раз, получай. Отлично. Еще одного чела завалили. Будет у нас босс или это уже конец? Походу, ребята, это у нас все. Да, этот уровень мы с вами прошли, погнали дальше. Давайте еще один уровень пройдем. Где вы? Неужели это будет сражение с боссом? Да, ребят, походу, это будет у нас сражение с боссом. Что нужно делать? Эээээ, даже я не прочитал. Походу, нам нужно просто за что-то спрятаться. Давайте сейчас еще подойдем поближе, посмотрим. ну же